За последний год к работе на Сахалинском шефе приступили три судна. Геннадий Невельской, Степан Макаров и Федор Ушаков. Евгений Примаков завершает серию новых ледокольных бортов для проекта Сахалин-2. На воду его спустили в Финляндии, именем нарекли в Санкт-Петербурге. И вот теперь настал момент торжественной церемонии в Хомском порту. На сегодняшний день судно является одним из лучших в своем классе. Которая полностью подтверждает название великого, легендарного политика, государственного деятеля Евгения Максимовича Примакова. Команде хотел бы пожелать успешной работы, 7 футов под кире, ну а остальным, я думаю, что новых побед и свершений. Экипаж у судна будет российский. Строевой выправкой на церемонии блистают ребята из морского колледжа имени Тимофея Гуженко. Для них работа на таком борту – красивая мечта, но исполнимая. Главное – опыт и знание английского языка. Им сегодня, может, еще даже не верится, но когда-то, через несколько лет, они тоже будут начальниками. Я хорошо помню тот день, когда в 1977 году Тимофей Борисович Куженко возвращался из легендарной экспедиции ледокола Арктика на Северный полюс. Мы только поступили на первый курс Дальневосточного высшего инженерного морского училища имени Вискова. Я помню, он нас собрал в аудитории, ну так, очень хорошо, душевно с нами поговорил. И заканчивал, сказал, ну вот, я вот точно знаю, что в этом зале сидят будущие капитаны, будущие министры. Вот, и он как в воду глядел. Сергей Оттович был знаком и с Евгением Примаковым. Говорит, в 90-х годах он обеспечил устойчивое развитие компании «Совкомфлот». Поэтому имя нового судна вызывает только гордость, а пройденный к берегам Сахалинопуть впечатляет. Борт обогнул половину земного шара, прошел три океана и в том числе опасный Суэцкий канал. На судно было высажено специальная команда безопасности, военные, которые сопровождали судно при плавании в Красном море, мимо Сомали, для избежания киднеппинга и нападения на судно, для охраны судна. А так, в общем, переход прошел спокойно в рабочем режиме. Кстати, на борту будет два капитана. Они будут работать посменно для обеспечения безопасности и эффективности. Евгений Примаков, как и другие ледокольные суда, будет снабжать добывающие платформы компании «Сахалин Энерджем». Борт рассчитан на круглогодичную навигацию. В обычном режиме работы он способен принять до 70 пассажиров, при необходимости – до 300. Это судно для меня не совсем новое, потому что это «Систершип». Я уже отработал на подобном судне, предыдущем в серии, Фёдор Ушаков. Я отработал три месяца, поэтому на этом судне есть небольшие конструктивные изменения по сравнению с Фёдором Ушаковым, но в основном это всё то же самое. В понедельник для проведения испытаний экипаж выдвинулся в сторону Анивского залива, а после уйдёт на северо-восточное побережье Сахалина для выполнения основной функции обслуживания буровых платформ. Субтитры создавал DimaTorzok